Игра была супер, вы бились, вы сражались, ну действительно, игру должны были забирать. Ну, на твой взгляд, вот как капитана команды, в чем не доработали партнеры, где, 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 где не хватило? В первую очередь я хочу сказать спасибо всем парням за то, что они сегодня выложились на максимум. Никто нигде не сочковал, все играли максимум как могли. Где-то нам не повезло, там с двухминутными удалениями, сами их по-глупому заработали. Не забитый мячи, там я четыре не забил, Сережа пять не забил, там, ну каждый микромомент в итоге так получилось. Вчера вообще считаю то, что бесхарактерно, второй тайм сыграли, проиграли его. Ну, такие игры две подбили, очень эмоциональные, хотелось выиграть на самом деле, порадовать и зрителей, и руководство, и тренеров, да и сами порадовались бы. Я считаю то, что надо было забирать эти две игры. Порадовали вы, по крайней мере, игрой в любом случае, но откуда столько удалений? Я понимаю, сегодня судьи тоже были далеко не самые опытные, я не хочу вам в упрек, но все-таки это что, эмоции или что, юношеский максимализм где-то? Я не знаю, думаю, от большого желания, там, где-то позицию потерял, далеко стоишь, от большого желания не пропустить гол, помочь партнеру, влетаешь, там, и на взгляд судей, это получается то, что две минуты, там, случайно, аккуратно задел руку, там, и все это превращается в две минуты. И, конечно же, тяжело, когда, особенно мы, ну, большую часть игры просто бегаем в пятером, а иногда вообще в четвером. Приходится убирать вратаря, на этом получили сегодня два гала, потому что у нас вратаря не было, потому что тяжело играть в четвером на поле. Приходилось менять Глеба. Ну, вообще, Глеб сегодня, ну, на мой взгляд, был один из лучших. Да, Глеб молодец, очень сильно потащил первый тайм, во втором помог, когда уже надо было. Ты уже, как, ну, можно сказать, в этой команде опытный, мне бы хотелось, вот сегодня выходили молодые игроки, я наблюдал, ну, на меня Артем Ушаков произвел впечатление, довольно положительный, конечно, он совершал ошибки, но все-таки ты бы, вот он и, на твой взгляд, остальные ребята, которые сегодня выходили, тот же Миша Черненко, насколько у них уже уровень, ну, скажем так, подтягивается, может быть, к вашему? Я скажу так, что они не намного далеко от нас, просто им чуть-чуть не хватает опыта, так, это парни заряженные очень, они всегда готовы играть и всегда с большим желанием сидят на лавочке и ждут, пока их выпустят. Молодцы парни. Гирилл, ну и по сезону, вкратце, пять туров сыграно, на твой взгляд, свое вы место занимаете, и после, вот тем более, межсезонки, после этой подготовки, все ли выполняете так, как нарабатывали до начала чемпионата? Безусловно, у нас есть ошибки, которые мы не должны совершать, которые мы нарабатываем постоянно, чтобы их не было, но так происходит, что мы все равно их допускаем, я не знаю, в силу чего это. Хочу сказать, что я не очень доволен своей игрой за все эти игры, которые прошли, потому что у меня очень плохая реализация для линейного, ну и были игры, в которых я делал не очень полезно для команды, поэтому пока мне не нравится, как идет сезон, место, ну за счет того, что мы вот наошибались, так сами наделали, там не забивали, да, занимаем такое, какое оно есть, но я считаю то, что если бы мы играли так, как должны играть, так как, ну, в виде тренера и как, типа, должно, но оно быть, то, что мы получше, то, я думаю, мы были бы повыше. Я думаю, повыше будете, мы будем болеть, а вы делитесь, сражайтесь и побеждайте. Спасибо.